Перчатки, маска, обработка санитайзером, измерение температуры. Теперь, чтобы попасть на территорию МФЦ МАИ-документы, необходимо придерживаться строгих правил. Исключений нет даже для руководителя муниципалитета. К процедурам Алексей Спаски отнесся не без иронии. Контрольный вулок быстро. 36,6. Экскурсию по непривычно пустому зданию провел для главы городского округа директор центра Николай Бондаренко. Начали со славной истории. Здание 67-го года постройки, 2100 квадратных метров. В 2013 году была проведена реконструкция этого здания. Затем постепенно перешли к суровой реальности. Руководитель учреждения рассказал о концепции предпринимаемых мер защиты. Работу по обеспечению безопасности работы в этом режиме мы разделили на два больших блока. Первый блок – это безопасность посетителей, и второй блок – это безопасность наших работников. По словам Николая Бондаренко, для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей закуплено 2500 пар перчаток, столько же масок и более 60 литров средства для дезинфекции. Для специалистов, конечно, у них появились дополнительные мероприятия для подготовки работы и во время работы. Они теперь обязаны носить респираторы, маски, перчатки и обрабатывать руки, рабочие места после каждого заявителя. В настоящий момент в МФЦ работает три окна по выдаче документов, девять окон на прием и одно окно ЗАГСа. Сотрудников и посетителей теперь разделяют стеклянные перегородки на полу. Нанесены полосы, напоминающие о соблюдении социальной дистанции. Более 500 человек уже приняли с момента возобновления работы центра. Прием посетителей ведется по предварительной записи. Мы начали предоставление услуг юридическим лицам. Это всего-навсего семь услуг пока. Это услуги, которые связаны с Росреестром. В основном это регистрация права и получение выписка из единого реестра недвижимости. По итогам своего визита Алексей Спаский отметил высокий уровень подготовки МФЦ к работе в особых условиях и выразил надежду, что скоро центр «Мои документы» и другие предприятия смогут работать в обычном режиме. Обработка санитарными жидкостями, маски, социальная дистанция. Сотрудники МФЦ работают, видите, через окно. Все лентами указана та дистанция, которую посетитель должен выдерживать. Но мы все-таки видим, что идет падение в случае заражения. Это общедоступная статистика. И так или иначе все равно надеемся, что жизнь будет возвращаться в привычное русло. Хотя, наверное, как это случится не сразу, и какие-то самоограничения все равно придется соблюдать. Планируется, что уже в ближайшее время будет расширен перечень лиц, которые также смогут посещать МФЦ, и спектр услуг, которые будет оказывать учреждение. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.